Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот Я ему написал Слушай, это я уже давно Уже читал и слушал Мне это уже не интересно Он говорит, ну это я для размышлений А я ему написал Слушай, ну вообще-то Давно пора выходить Он написал, но для тех, кто Устроен по-другому А те, кто хотят жить на компромиссе То им выходить нет смысла Он пишет, да это для размышлений Я написал не для спора А ему написал, слушай, я с тобой не спорю Я тебе просто написал и написал Ну и вот, давай поговорим Часа полтора нам вчера разговаривали В принципе так он искренний Как бы хочет вроде бы Правильно понимать Вещи какие-то И я ему рассказал как раз Про нашу встречу с этим священником Просто знаешь, интересный Вот этот разговор с священником Вчерашний Да это как раз тот священник С которым мы Разбирали писание Перед нашим выходом Вот И вот он Поздоровались Я ему руку подаю А он как бы обняться решил Ну я тоже с ним обнялся Он говорит, слушай, пора возвращаться Я говорю, ни за что Никогда Он говорит, ну ты что Это Ты знаешь Вот он как раз мне говорит Я вот все-таки думаю Вы ушли Из-за того, что Слишком вникли В стали писания Копаться Как бы А я говорю Да нет Ты знаешь Мы вот ушли За эти полтора года Наоборот Мы еще больше утверждаем Все в своем выборе И Сейчас вот это состояние Я его ни за что Уже не поменяю на то Он говорит, ну Вы все равно Таинств нет у вас Епископа нет А где нет епископа Там нет церкви Ну я опять в это русло Как бы чувствую В обычную сторону Этот разговор идет Думаю пустое Я говорю, слушай-ка Вот И мне мысль пришла Которую с тобой Хочу поделиться Как раз Я ему, слушай, говорю А ты мне назови Хоть одного святого В православии сейчас Ты можешь мне назови Только не говори Что он где-то вот там есть Наверняка где-то есть Но ты не знаешь Потому что Говорю ведь Слушай И вот эта мысль Которая меня Она С одной стороны Поразила Как бы Своя же мысль Она мне просто Дала Повод задуматься Вот эти споры Там О причастии Правильно или нет Священники нужны Или нет И любой вопрос Это пустота Есть святые В твоей церкви Святых Покажи Потому что Если нет святых То нет и церкви Это святость Это ее потом Как бы Она достигается Это наша цель Я говорю Как так Господь говорит Будьте святы Потому что Я свят Когда будьте святы Когда помрете Или перед самой смертью Будете святыми Но литургия Это призрак делает Что святая святым Что святые преступители Вот именно А вот в другом месте Будьте святы Потому что Я свят И он говорит Но вы род Избранный Царственное священство Народ святой Люди взяты Его дел Святой народ То есть Ты понимаешь Вот какая интересная мысль Ведь по сути Никакими названиями Даже прикрываться Никому не надо Ни баптистам Ни католикам Ни православным Да вообще никому Церковь там Где есть святые Если нет святых Какое название Не навешивай Вы не церковь Любому можно сказать Если нет у тебя В собрании святых Все Дорогой Как бы остальные Скоро как даже И вести не надо Это именно Просто трата времени Вот интересная Какая мысль Я просто с тобой Думаю Поделюсь Ты просто Я сегодня Ну видимо Господь так делает Сегодня только Слушал священие А знаешь какое священие Я прям буквально Искал ответы На вопрос там О шестодневе В общем Но И наткнулся На этого священника Сын Клавдии Устюжаниной И вот он как раз Пояснение дает Святым Кто такие святые Как раз Закончить вопрос Да батюшка По святая святым Получается что Святой это отличный Да От кого-то Вот чем отличаемся Мы Когда стоим К причастию То есть мы Отличаемся Тем что Мы православные Мы христиане Мы отличаемся Именно вот этим Да Почему У нас святым Здесь назвали Да Даже Когда стоим К причастию Во всей своей жизни Один Не помню То есть Святых Отцов Сказал Ведь христиане Первые века Ну как Во принципе Во все века Находились Среди разных Слоев общества И рабов И свободных Простых Людей И людей Занимающих Высокое положение Даже приближенных К императорам И там были христиане Внешне Ничем не отличались Кроме одного И умные Опытные Язычники По этому Отличию Мы сразу Знаем Кто христианин Знаете В чем Они не Сверно словили Не пьянствовали Не блудили Не воровали Не лгали Ну и Грехи Это не совершили Вот и было Отличие В чем Это была Вся их жизнь А не только Что в храме Я один У меня храм Я другой Это люсимирия Христианин Носящее имя Христа Должен быть Везде Христианин Вспоминается Один момент Такой из Жизни миссионеров 19 века Один вспоминает Когда он приехал На Людям Никакия Язычникам Не знающим О Христе Они собрались Они были простыми Простые сердце И он Долго Долго Говорил им Об учении Христа О том К чему зовет Христос О высоте Его заповедей О смысле Жизни О вечности О Царстве Божьем Долго И плавенно Ялась Речь Миссионера Но когда он Закончил Сел на место Поднялся Старый Лам То есть Учитель Старый Как говорят Уру И сказал Что Вы Не видите Превосходства Учения Христа Перед учением Наших Божеств Наших Богов Надо быть Слепым Но где Его Исполнитель Это учение Когда вас Не было Наш народ Не за что Ко пьянство Когда нас Не было Наш народ Не за что Ко воровство Когда вас Не было Наш народ Не за что Ко Блуд Это вы Принесли Нам На свое Мучение Так вот Христианин Он не должен Отличаться Ни в храме Ни В других Местах Священник Он если не лукавит Он четко Дает определение Святости Он говорит Что это люди Были во все Времена От первого Века Они существовали Они Чем они Отличались Они Вроде бы С виду Были Похожими Не отличались Видимой Страной Но отличались Именно По деятельной Части своей Это люди Не грешили Грубыми Грехами Вот определение Святости Он четко Дает Примеры Святости А все В простоте Святость Святость Тот кто Не грешит Вот тебе Святой Я говорю Ну слушай Ты в собрании Находишься Допустим Да И ты должен Как бы Знать Вот если ты Среди святых То ты в церкви Находишься Как название Даже спрашивать Я не буду Вот если люди Которые говорят Что я святый Праведен Ну конечно Он тебе может Все что угодно Сказать Вот Но это проверяется Он говорит А как я проверю Как я ему В душу Что ли загляну Я говорю Дорогой Вот для этого Есть собрание Вот сразу Мы с тобой Говорим Можно конечно Конечно сразу Увидеть Что святой Если не святой Человек Да Как-то Какие-то вопросы Задать Но некоторые Могут скрываться Какое-то время И даже Достаточно Ну длительное Время Делать вид Что они святые Но это Рано или поздно Все равно Откроется Потому что Вот Ты же Говорю ему Когда вот дела Какие ты делаешь С человеком И ты Идешь на некий риск Да И ты пытаешься Сначала с человеком Пообщаться И поговорить Он человек прямой Или виляет В разговоре Ты видишь Ты видишь Человек простой Или себе на уме И ты из этого Потом делаешь Слушай А вот этот человек Он конечно В принципе Наверное Не очень надежен То есть Даже по плотским делам Ты видишь Какой человек А когда у нас Есть Определение Святости Есть образец Святости И дальше В общении Ты всегда Поймешь Вопрос только Какого-то времени Ты увидишь Если человек Лукавит Лжет То Чего бы он тебе Не говорил Он уже не святой Поэтому легко А вот Ты например Смотри Вот У тебя Другого Священника Двоежонец Да А он там Как бы Все что угодно Будет говорить Да Хотя мы видим Что по Писанию Так не должно быть Вот у тебя Ты лишь хороший Священник И он говорит Что он трус То есть Он боится Чего-то То есть В нем Значит Есть боязливость А Написано Учить боязливых В огненном озере То есть Он никакой Не святой Если он боязливый Значит Он не святой То есть Вопрос В том Что Если он Падает В эту боязливость Иногда То это дело Другой Тут вопрос Времени Он очистится Может быть И наверняка Если он искренне Идет этим путем А если он Просто боится И трусит Потому что Его епископ Куда-то там Сошлет Еще что-то Какие-то Прещения На него Будут Он готов На компромиссы Идти С другой Ну а ты Ну а ты Говорят Что же Как бы Не согрешаешь Я говорю Согрешаю О Ну Как окружит И святой Дорогой Вот Люди Это писание Читают А с этим Не разберутся Мы знаем Что рожденный От Бога Не грешит Но рожденный От Бога Хранит себя Лукавый Не прикасается К нему Ну Тогда получается Слушай А кто Кто так Вот может Сказать Что он Не грешит Никто не может Потому что мы знаем Что мысль Грех Она вот появилась В мысли И все А ты ее уже Как бы чуть-чуть Ее зацепился Или там Прогнивался А это грех Грех И что ж Тогда я значит Святым быть не могу Нет Я в этом не пребываю Я тут же каюсь И тут же еще Господи Не дай мне больше Я не могу с этим жить А вот если я сознательно Когда-то Раз Делаю так Два И три То есть видно Что я Знаю И делаю Это грешник Какой бы там Я не был великий По остальным показателям Свободе призваны Вы братья Только бы Свобода ваша Не была поводом К угождению плоти Но любовью Служите друг другу Какой свободе Призывает нас Апостол Павел Это свобода От греха Миссия Бога Миссия Бога На земле Заключается Призвание людей К святости Принимая святость Человек получает Свободу От оков греха Ибо написано Будьте святы Потому что я свят Есть свет И есть тьма Есть черное И белое Есть горячее И холодное Горькое И сладкое Есть грех И святость Около Трех с половиной Тысяч лет Тому назад Бог сказал Людям Вы свидетели Перед вами Призываю Сегодня небо И землю Жизнь И смерть Предложил я тебе Благословение И проклятие Избери жизнь Дабы Жил ты И потомство Твое Каждый раз Оказываясь Перед выбором Мы избираем Благословение Или проклятие Каким духом Я наполню себя Встречаясь со злом Мы выбираем Гнев Или милость Встречаясь с ложью Выбираем Лицемерие Или открытость Реакция На поступок Предполагает Смелость Или трусость Вся наша жизнь Заключается В выборе Духовного настроя Возлюбленные Не всякому духу Верьте Но испытывайте Духов От Бога ли они Есть Дух Божий Есть Духи Не от Бога Вся наша жизнь Это выбор Это выбор Тогда Иисус Сказал ученикам Своим Если кто хочет Идти за Мною Отвернись Себя И возьми Крест свой И следуй за Мною Это призыв К святости Вся наша жизнь Игра И люди В ней Актеры Сказал Шекспир Это выбор Противоположного Пути Пути через Лицемерие То есть Достигнуть цель Любой Ценой Если делаешь Доброе То не поднимаешь Лица Если не делаешь Доброго То у дверей Грех лежит Он влечет Тебе к себе Но ты Господствуй Над ним Сказал Однажды Бог Брату Приготовившемуся Убить Брата Можно ли Стать Святым Вопрос Этот Трагичен Потому что Выбора Другого Нет Нестремление К святости Приводит К проклятию Так От проклятия Пытался Спрятаться Адам Но Спрятаться От себя Невозможно Отдаляясь От святости Мы Приближаемся К распаду И тлению Души Каждый Из нас Знает То чувство Которое Обжигает Душу После Совершения Греха Путь К святости Предполагает Рождение Новой Личности Как Послушные Дети Не Сообразуйтесь Прежними Похотями Бывшими В неведении Вашем Но По примеру Призвавшего Вас Святого И Сами Будьте Святы Во всех Поступках Ибо Написано Будьте Святы Потому что Я Свят Внутри Стремящегося К святости Рождается Новый Человек И Этот Новорожденный Подобен Христу Мир Со Своими Соблазнами Этого Новорожденного Уже Не Интересует Он Любит Другой Мир Мир Боги Малыш Начинает Возрастать Всякой Правдой Словом Живым Всякий Рожденный От Бога Не делает Греха Потому что Семьи Его Пребывает В нем И он Не может Грешить Потому что Рожден От Бога И Человек Начинает Сторониться Греха И Прежней Жизни Ему Нравится Святость Он Радуется Победе Над Грехом И Своему Возрастанию Благодати И Так Облекитесь Как Избранные Божие Святые И Возлюбленные Милосердие Плагость Смиренно Мудрее Кротость Долготерпение Снисходя Друг Другу И Прощая Взаимно Если Кто На Кого Имеет Жалобу Как Христос Простил Вас Так и Вы Более Разве Не Знаете Что Вы Храм Божий И Дух Божий Живет Вас У Каждого Святого Есть Прошлое А у Каждого Грешника Есть Будущее Без Греха Без 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 но Богу, который дал нам Духа Своего Святого.